Шольц о помощи Украине высказался. Ну, вот заголовок вынесло СМИ. Когда другие ослабнут, Германия должна быть готова делать больше. Это сказал Шольц. Мы могли такое себе представить? Ну, это, по-моему, фантастика какая-то, да, что Шольц, канцлер Германии. Германия, которую, помните, все считали слабым звеном. Вот началась война, и говорили, в Евросоюзе есть слабое звено. Это Германия. Типа Европа может нам помогать, готова нас поддерживать, но Германия, конечно, не готова. Германия зависит от России. Было сказано тысяча слов на эту тему. Вы знаете, у меня даже странные мысли сейчас на эту тему есть. В ту же дуду. Вот сейчас такие же слова говорят про Трампа, что он будет слабым звеном, когда победит на выборах, если победит. А может, будет как с Шольцем? Потому что вот что Шольц сказал. Значит, эта война, вероятно, не закончится в ближайшее время. Поэтому важно, чтобы мы могли делать то, что необходимо в течение длительного времени, а именно продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе. Своим нападением на Украину в 2022 году Россия положила конец общему пониманию мира и безопасности в Европе, сказал Шольц. То есть было общее понимание, что такое мир и безопасность между Шольцем, ну, между Германией и Россией. А стало разное. Должна быть ясность, сказал Шольц, что границы в Европе больше не будут передвигаться силой. Германия даже должна быть готова к тому, что ей придется делать еще больше, когда другие ослабнут. Видите? То есть Шольц говорит, если другие будут что-то меньше поставлять, мы будем поставлять больше. Поэтому, говорит Шольц, с немецкой стороны должно быть принято решение. Тут я много его процитирую, потому что это важно. У нас сейчас вдруг появился неожиданно такой новый главный союзник. Нет, уже давно, постепенно он рос, 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 и вот до чего дорос. С немецкой стороны должно быть принято решение, чтобы мы были в состоянии это сделать. Имеется в виду, естественно, разворачивание производства, производство снарядов, производство ПВО средств новых. Значит, президент Путин не может ожидать, что мы отступим, сказал товарищ Шольц. Он упомянул также об экономических последствиях российского империализма для Германии. Мы знаем, что были последствия, которые затрагивают и нас. Правительству удалось обеспечить хорошее энергоснабжение, даже если это, конечно, было большим финансовым вызовом, сказал Шольц. Ну и дальше там уже рассказал о том, какой новый пакет помощи предоставляет Германия. Мне кажется, набор тезисов сильнейший, просто вот это сильнейший набор тезисов. Черный лебедь Шольц? Нет, не черный лебедь, но для Путина это черный лебедь. Вы понимаете, что для Путина Шольц это черный лебедь? Путин, я думаю, когда перед войной составлял карту, кто будет на его стороне, кто будет против, кто будет нейтральным. Он понимал, на его стороне там Лукашенко, Никарагуа, Эритрея, возможно, северокорейцы. Это он догадывался. Шольц, Германию, он писал в нейтральные плюсы, ну то есть либо нейтральные, либо будут помогать нам косвенно, тем, что будут закупать у нас бесконечно нефтегаз, лоббировать, чтобы на нас не вводили санкции и так далее, и так далее, откроют трубопровод, конечно, северный поток-2, а не закроют северный поток-1. Вот я уверен, абсолютно уверен, что Путин на это рассчитывает. Я думаю, что сейчас надо поставить лайки Шольцу, но так как я из Германии, считайте мы с Шольцем сейчас в одной стране, если он сейчас в Германии, надо поставить лайки нам двоим, считайте по лайку мне и Шольцу поставьте, пожалуйста. Ключевые слова Шольца оборонительные, а не воссвободительные, и это тупик. Игорь, ну почему тупик? Давайте так, все-таки, значит, он же сам сказал, что границы в Европе не могут быть подвинуты силовым путем, а значит освободительные, значит освободительные. Оборонительная война, он имеет в виду, что он не будет поддерживать, если украинцы будут брать Москву. Ну он не готов, он пока поддерживает, пока, он еще до этого созреет, еще никто не созрел. Слушайте, а то все в 43-м были готовы брать Берлин, я тоже не уверен. Думали, что переговоры будут какие-то. До взятия Москвы еще далеко, но до идеи взятия Москвы тоже еще не близко, ребят, тоже еще не близко, я верю вам. Приветствуют из Кёнигсберга, нашего немецкого города. Алена приветствует, или Ален. Да, приветствую, Кёнигсберг, бывал я у вас. Ну там от Кёнигсберга у вас, конечно, практически один собор, еще по мелочам, но я там все вокруг объездил. И мне лайк, я поняла, что Шольц классный как раз полтора года назад. Вике тогда вам даже полтора лайка, полтора года, как поняли. Наташа Наталья пишет, что для *** Объединенных Арабских Эмиратов это новая Швейцария, поэтому салюты и так далее, которыми приветствуют Путина в Объединенных Арабских Эмиратах. Вопрос был о том, просили прокомментировать. Да, нас 314 тысяч, Ларик, спасибо, действительно. Спасибо 314 тысяч подписчиков. Спасибо, кто еще не подписан. Присоединяйтесь к нашему шалашу, к нашему огоньку, к нашему, не знаю, к Новому году треть миллиона, вряд ли осилим, да? К Новому году 333 тысячи. Не знаю, вернусь, смотря, что будет происходить, правильно? Смотрю, что будет происходить. Мы же обсудим черного лебедя, который на этой неделе может прилететь. Простите, не буду отвлекаться. Объединенные Арабские Эмираты. Путин посетил, как вы знаете, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, все за один день. Да, действительно, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия в меньшей степени, но Объединенные Арабские Эмираты стали для россиян таким прибежищем. Они там прячут себя, прячут деньги. Но, вот вы пишете, Наташа, Наталья, да, по-моему, что это новая Швейцария для россиян. Я не верю. Вот спросите меня про Объединенные Арабские Эмираты, я не верю, что это новая Швейцария. По многим причинам. История Швейцарии как такого надежного места, нейтрального, это сотни лет. История Объединенных Арабских Эмиратов, это раз. Второе. Швейцария – это устойчивая демократия. С ее конфедеративностью, с ее отсутствием фактически центральной власти, с ее вооруженным нейтралитетом и одной из сильнейших армий в Европе. Что мы имеем в Объединенных Арабских Эмиратах? Вы там как-то бывали в этих Объединенных Арабских Эмиратах? Я понимаю, что сейчас россияне там прячут деньги, скупают недвижимость. Знаете, что с ними сделают Объединенные Арабские Эмиратцы с этими россиянами? Будут их водить за нос. Обведут их вокруг пальца. Нас опять облапошили, нас опять объегорили, закричат все, кто сегодня вкладывает свои средства в Объединенные Арабские Эмираты. Ну, я не знаю, через сколько лет, но обязательно закричит. Ну, это же будет цитата из Путина. Я вот ездил как-то в Объединенные Арабские Эмираты, смотрел на все это. Все фейк, все фальшивка абсолютная. Построено все из говна и палок, какими-то китайцами, пакистанцами и так далее. Ну, по китайским проектам, пакистанцами. И если сравнивать со Швейцей, мы сейчас со Швейцарией, по большому, по гамбургскому счету пытаемся. Нет, там-то, слушайте, погода хорошая там, когда все было, море прекрасное, вопросов нет, еда вкусная, люди прекрасные. Все зашибись, я же не в этом смысле. Мы сейчас сравниваем по гамбургскому счету, потому что я в Германии, то по гамбургскому. Именно со Швейцарией. И вот нет этого надежности столетий. Нет демократии. Сегодня такой правитель в Эмиратах. А завтра будет другой, который скажет, знаете, вообще-то надо больше мусульманских ценностей. И давайте-ка завернемся обратно в Паранжу и так далее. Это может получиться совершенно по-другому. Это может быть как угодно. По-разному. В моменте выгодно вкладывать в Эмиратах. Может оказаться. Многие заработали в моменте на вложение в Эмиратах. Может быть. Может быть. Те, кто сегодня сбежал из России с деньгами в Эмираты, может быть, что они там что-нибудь выгодно купили. На сегодня, да. Но это не Швейцария, где поколениями все будет защищено. А когда придет за ними американский суд с санкциями, то когда придет в Швейцарию, он еще долго будет доказывать, что это все нужно передать информацию в ЦРУ и ФБР. А в Эмиратах подумают, да может нам лучше парочку лишних истребителей, и мы сдадим этих россиян между делом. Почему нет? Почему нет? Совершенно верно, это арабский МММ там вложит, но не вынут. Знаете, Наташ, я там сам лично разоблачил одну схему. Ну как, я ее разоблачал, естественно, не физически, я же не следователь. Я сидел, читал эмиратские газеты на английском, которые там какие-то есть, и слушал каких-то людей, которые, ну там, проживают местная публика. И они мне все рассказывали про инвестиции в недвижимость. И про то, как ведут себя цены в Эмиратах, ну именно цены на недвижимость в Эмиратах. И вот что я, открытие я сделал. Открытие я сделал следующее. Значит, цены на недвижимость в Эмиратах, ну вот я там был несколько лет назад, перед войной. Значит, цены на недвижимость в Эмиратах ведут себя, как положено, по синусоидности. Растут в несколько раз, потом падают в несколько раз. Растут в несколько раз, падают в несколько раз. Все как положено. Но в целом, как бы, они растут, но вот такими вот зигзюгами, да. Дальше я узнал, кто застройщики. Все компании-застройщики в Эмиратах – это компании, принадлежащие шейхам, собственно, самим эмиратским шейхам и принадлежащим. То есть, в конце концов, эти деньги, на которые строится там недвижимость, вот все эти небоскребы, это деньги самих Эмиратов. То есть, это их же собственная казна. Они это строят. Дальше они это продают кому? Иностранцам. Ну, например, по 5 тысяч евро за метр. А какая у них себестоимость? Расскажу. Из чего они делают? Вот из чего сделаны там дома в Эмиратах? Из стекла и бетона. Вы видели, правильно? Стекло, бетон, металл. Значит, стекло они делают из песка, который у них в Эмиратах пока еще в изобилии. Бетон они делают из песка и гравия, который у них в Эмиратах в изобилии. И вот, правда, единственное, там у них, по-моему, с металлической рудой, ну, тоже в каком-то из Эмиратов металлической рудой есть. Максимум они из Иордании берут, которая недалеко. Там дофига металлической руды. Таким образом, себестоимость, я думаю, там почти нулевая. Да, строят все это пакистанцы, естественно, которых там и хоронят на стройке, если они упали с крыши. Себестоимость очень низкая. Продаем, поскольку я сказал 4, ну, давайте, по 4 тысячи евро гайдзинам, то есть иностранцам. Ну, мзунгу, да, как говорят в Африке. Иностранец, бледнолицый. Продали по 4 тысячи евро. Потом подняли до 6 тысяч евро цену. Иностранец говорит, о, я вложил-то 100 тысяч, а у меня теперь 150. Потом взяли и обвалили цену. Ну, просто взяли, назначили. Это же их все. Страна их. Они сказали, что теперь вроде как рыночный механизм, но они сами могут, так как вся недвижимость принадлежит им. Они сами на нее раз опустили. Иностранцы продали, потому что, ай-яй-яй, что делать? А потом снова поднимают, и снова иностранцы прибегают. До чего они дошли, значит, там, в Эмиратах? Они выдают ипотеку. Иностранцу, любому. Вот вы иностранец, приезжаете, значит, вы хотите купить квартиру, ну, например, за 300 тысяч. 300 тысяч евро. Вы сами должны вложить очень немного. Например, 150 тысяч евро. А еще 150. Банк вам даст ипотеку. Хотя вы иностранец, ни талона на питание у вас нет, ни пачпорта нет, ни комсомольского билета, ни справки с места работы, ничего. И почему же вам тогда доверяют эту ипотеку? Потому что недвижимость вся принадлежит султану, ему по барабану. Что там записано в этой бумажуре, понимаете, в чем идея? Султану все равно. И он, значит, берет, да, банк тоже ему принадлежит. Он выдает вам 150 тысяч. Вы их отдаете кому? Ему же, султану, снова. Это же вы у него покупаете недвижимость. Поэтому фактически он у вас забрал ваши 150 тысяч, а еще 150 тысяч нарисовал на бумажке, что он якобы вам дал, и ваши забрал. Но теперь вы их ему должны. Так недвижимость подорожала в два раза. То есть половину, первый 150, он вас взял за квартиру, а второй 150 за просто так. И теперь вы их должны. А потом, когда цена упадет в два раза, и ваша квартира начнет стоить 150, то ваши 150 вы потеряли, а банк у вас заберет эту квартиру за те 150, которые вы должны. И вы получите ноль. Красавцы. Молодцы, гений. Так. Не-не-не, Наташа, Наталья, вы пишите, а султан может и убить вот эту историю про Турцию. Это вы спутали. Та история с Саудовской Аравией. В Эмиратах все гораздо более мирно. Вот. Там тоже в некотором смысле конфедерация, кстати говоря. Разные законы в разных Эмиратах действуют. Не-не-не. Не-не-не. А вот ваша мысль, что их султан из Одессы, да, это смешно, это правда. Так вот, по поводу немцев еще скажу. Во-первых, да, действительно, Шольц сказал, что, в общем, он готов, не он, конечно, а немцы, Германия готовы влезть в штаны, в ботинки Соединенных Штатов Америки и стать главным, наверное, финансистом Украины в точке зрения войны и главным поставщиком вооружения. Это первый плюс. Со второй речью, я вам сейчас прочитаю тоже кусочки, мне очень понравилось сегодня, просто вообще нереально. Социал-демократы Германии назвали ошибкой свою предыдущую политику в отношении России, партии СДП, СДПГ. Значит, лидер СДПГ Ларс Кринбайль сказал, что было ошибкой не дистанцироваться от путинской системы раньше. Председатель фракции СДПГ в Бундестаге, другой человек, Мютцених, признал, что полностью недооценил имперское мышление Путина. Он также критически оценил российскую политику социал-демократов до войны в Украине. Сегодня речь идет об организации безопасности против России, подчеркнул Кринбайль. А Мютцених выступил против попыток, что-то там дискредитировать, нет, это мне не нравится, мысли не буду я зачитывать. Захватническая война России против Украины показывает, что мы не всегда правильно оценивали события последних лет, говорится ключевым предложением, предложенным партийным руководством. Пока Россия преследует свою империалистическую цель завоевания и подавления суверенных государств, не может быть никакой нормализации отношений с Россией. То есть у нас поддержка не только лично канцлера, у нас поддержка уже всего Бундестага, так в основном получается, да? И, наконец, люди признают, что они совершали ошибки, люди признают, что все это было неправильно. То, что они делали, и то, как они цацкались и возюкались с Путиным. Вот такие у нас, значит, вот такие у нас хорошие новые партнеры. Там еще выступил потом, по-моему, начальник генштаба немецкого, что ли, про вооружение рассказывал. Но тоже в те же ворота, все в одно и то же. Это было очень приятно слышать от Германии. Поэтому все не так плохо, все не так плохо. Продолжение следует...